Добрый вечер, святые Божьи! И мы продолжаем наш весенний цикл «Семейная весна». Я планирую говорить сегодня к тем, кто уже в молитве покаяния сказал Господу «Войди в мое сердце и будь моим Господом и Спасителем». Со школьной скамьи нас учат, что семья – это социальная ячейка общества. В Семейном кодексе написано, что семья – это круг лиц, которые связаны определенными обязанностями и правами. Но семья – это целый мир, и у каждого из нас он свой. И твоя семья начинается с того дома, из тех людей, которые встретили тебя впервые в твоем доме, которые окружили тебя своей любовью, заботой, вниманием, своей нежностью. Когда меня принесли в мой дом, меня ожидали папа, мама, две бабушки, брат и дядя. И я была седьмая по счету член семьи. В других семьях ты можешь оказаться седьмым ребенком по счету. И в нашей церкви есть такие семьи. Слава Богу за медицину, что сегодня многих из нас встречают даже прапрабабушки и прапрадедушки. Давайте вместе сегодня поразмышляем о таких вещах. Во-первых, вы заметили, что все эти люди, они появились в нашей жизни неожиданно. Никто из нас не выбирал их. Кто-то свыше, без нашего ведома назначил их, поручил их им заботиться о нас и любить нас. Мы сегодня не будем говорить, как они справились с этой задачей. Но мы должны увидеть, что мы стали объектом любви. Объектом их любви. И мы стали в наших домах тренажерами любви. Во-вторых, нас с вами тоже никто не выбирал. Не в родильных домах, не в магазинах, не даже в огородах, в капусте. Хорошее исключение составляют лишь те дети, которых выбрали в детских домах. Их пришли, увидели, полюбили и поняли, что без них больше нет жизни. Писание говорит, дети – подарок от Бога. И сам Бог, Он подарил каждого из нас, нашим близким, чтобы они тренировались в любви. И мы с вами появились в этом городе, в этой семье и вообще на земле, потому что это план Божий, и это план Отца, который все создал и всем управляет. В-третьих, важно помнить, что все мы с вами даны друг другу на время. И только Богу известно, на какое и с кем. И Отец Небесный решает это за нас. Наша с тобой задача – успеть полюбить, пока они с нами, да и пока мы с ними. Ведь каждый из нас может уйти в вечность в любое время и несмотря на возраст. Снова приведу примеры своей жизни. Мой папа оставил меня через пять дней от моего рождения. Его в другом городе ожидала женщина, не обремененная детьми. И в ее доме все внимание было для него. Как оказалось, моя старшая сестра, она не дождалась моего рождения, прожив на земле всего один день. Когда мне было два года, моя бабушка после долгой болезни оставила нас. Когда мне было 14, мой брат влюбился, женился и оставил наш дом. И только моя мама, она оставалась со мной дольше всех и пробыла 49 лет. И, дорогие, важно, какой след мы оставляем в жизнях людей. Есть люди, которых мы можем знать всю жизнь и забыть за один день. А есть люди, которых можно знать один день, но помнить всю жизнь. К сожалению, мы начинаем ценить людей, когда они уходят от нас. Ценить их слова, ценить их советы, их творчество. Мы ставим им памятники, обелиски, мы пишем книги для них. Моя мама умерла 23 июня, и очень много друзей, очень много знакомых, и церковь, они пришли прощаться с ней. И вся могила, она была усыпана цветами, не один слой. Но зной вот этот июньский, он спалил цветы за один день. И когда мы пришли на следующий день, они были все сухие. Я смотрела на эту картину и думала, если бы эти цветы приносили моей маме в течение тех семи лет, которые она была прикована к постели, я думаю, ее бы жизнь изменилась, и верю, она бы продлилась. И в этот момент я просто приняла для себя решение дарить цветы живым. Четвертое, о чем стоит задуматься, что мы живем в быстро меняющемся мире. Прошло всего 20 лет, и меня снова выбрали. И круг моих родственников за один день увеличился вдвое, которых я тоже не выбирала, дорогие, и будь на то моя воля, наверное, бы никогда не выбрала. Все опять произошло по воле отца. Один лист свидетельства о браке, он так многое изменил в моей жизни. Во-первых, я стала женой, снохой, невесткой, чуть позже мамой и сейчас бабушкой. И в круг моих близких вошли такие важные люди, как муж, свекр, свекровь, сваты и все их дети. И, дорогие, в один момент мне пришлось строить отношения с таким кругом людей, причем отношения любви и взаимопонимания. И как важно нам в семьях научиться строить отношения. Нам даны всего 15-20 лет, чтобы научить ребенка не только ходить, говорить, правильно кушать, но также любить, прощать, делиться, не осуждать, ничего не ждать от других людей, контролировать свои желания и страсти. Тем самым мы готовим молодого человека к взрослой жизни. Важно помнить, что дети даны нам на время. 20 лет, если детей несколько, 40 лет, при наших 80+. И юность – это время посева, которое определяет, какой будет жатва. Чтобы научить человека любить, надо помочь ему найти источник любви. И мы с вами уже нашли и знаем, что это наш Бог-Отец. И Он не только в проявленном мире, в окружающей нас природе, Он не только вознесенный на небе, Он всегда рядом с нами. Он в наших сердцах. И, дорогие, важно посеять глубоко в сердце каждого человека эту истину. Не религию, не набожность, не ритуалы, а живую веру в Бога, обитающего внутри нашего сердца. Дорогие, это и есть первый шаг к просветлению. Продолжая наши размышления, заметим, что сам Бог, Он нашел тебе родителей, вернее, выбрал их клетки, чтобы сделать их плодовитыми. Сам Бог-Отец, Он в течение 9 месяцев в тайне, в утробе наших матерей создавал сложнейшую биологическую систему из клеток, тканей, органов. И сложно даже себе представить, кто из людей может с этим справиться. Создать эту систему, соединить ее и разместить ее в теле одного человека. И это 11 систем нашего организма. Я хочу просто зачитать их все, чтобы мы представили масштаб этого труда. Нервная, дыхательная, кровеносная, эндокринная, иммунная, мочеполовая, опорно-двигательная, сердечно-сосудистая, лимфатическая, сенсорная, покровная. И плюс 85 миллиардов нейронов в мозге человека. Это Он твой Творец. И Он создал тебя для себя. Бог сам, мы уже говорили, приводит нам людей каких-то, каких-то уводит от нас, для того, чтобы мы сами уже учились любить их и строить отношения добра, отношения дружбы и взаимопонимания. Дорогий Отец дал нам право на ошибку. Когда Он увидел, что ты стал любить себя больше всех и стал жить для себя, то Он отдал Своего Сына, Иисуса Христа, на крест, чтобы Он разорвал эту завесу нашего самолюбия, которая стала преградой между нами и Богом. Иисус, Он пришел, чтобы восстановить мою и твою жажду по Богу. При всем этом Бог снова дает нам, мне и тебе, свободную волю. Мы можем выбрать жизнь через веру в Иисуса Христа или смерть без Бога. Давайте позволим Ему и дальше руководить нашей жизнью. Давайте успокоимся, доверимся и будем к Нему ближе, будем с Ним на связи. Я советую посмотреть проповедь Дианы Судаковой «Счастье быть». Писание учит, если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Впусти Бога в свой дом, впусти Бога в свою семью, и прежде всего пусти Бога в свое сердце. Сделай его храмом, сделай его местом, где обитает Бог. Открыть сердце для Бога, дорогие, это и есть пробуждение. Давайте посмотрим, какие проблемы имели семьи в Ветхом Завете и как они их решали. И, может быть, ты увидишь среди них и свою жизненную ситуацию и воспользуешься их опытом. Мы не будем сегодня говорить про Адама с Евой, они не нашли правильного решения. А мы начнем с семьи Ноя. Читаем Бытие 6.9. Мы узнаем про Ноя. «Ной был человек праведный и непорочный, вроде своем. Ной ходил перед Богом». Мы знаем, что Ной говорил с Богом, он исполнял его поручения, и у него было три сына – Сим, Хам и Афет. И один отец, одни условия воспитания, но такие разные дети. И неуважение и неблагодарность близким одного из них, оно породило на земле хамство. Но и он проклял своего младшего сына, чтобы наказать хама за неправильное отношение к отцу. И советую вам посмотреть проповедь пастора Виктора Судакова «И ковчег плывет» от 10 апреля. Посмотрим семью Авраама и Сары. И напомню, что он родоначальник еврейского народа и отец всех верующих. Апостол Яков во 2 главе 23 стихе так пишет об Аврааме. «Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. И он наречен другом Божьим». Патриарх, он вместе со своей любимой женой очень много путешествовал, странствовал. Они много прошли трудностей и испытаний, но эта семья не имела детей. И это было мечтой их жизни. И если вы подробно прочитаете бытие с 12 по 21 главу, вы увидите, что вера Авраама и его полное доверие Богу, оно привели к чуду. Столетний патриарх и 90-летняя Сара рождают сына Исаака. Посмотрим на жизнь сына, на семью Исаака и Ревекки. Эти два молодых человека, они полюбили друг друга с первого взгляда. И после 20-летней счастливой семейной жизни и многочисленных их молитв, у них рождаются два сына-близнеца – Исав и Яков. Но эти долгожданные дети, они не соединили, а разъединили их. Мама, она любила скромного и нежного Якова, а отец – смелого и отважного Исава. И с первых дней жизни в семье зарождается между братьями вражда. В семье стала обитать ложь, страх, хитрость, обман, ненависть. И о всех этих событиях мы можем подробно прочитать в Бытие с 24 по 33 главы. Но, дорогие, в 32 главе с 24 стиха мы узнаем о встрече Якова с Богом. «И вот Яков остался один, и некто боролся с ним до самой зари. Увидев, что не может пересилить, он коснулся сустава бедра Якова, так что бедро было вывихнуто, когда он боролся с ним. И он сказал, отпусти меня, потому что восходит заря. Но Яков ответил, не отпущу, пока не благословишь меня. Не отпущу, пока не благословишь меня». Он спросил, как твое имя? Яков ответил он. Тогда он сказал, отныне твое имя будет не Яков, а Израиль, потому что ты боролся с Богом и людьми и победил. Яков пережил удивительную встречу с Богом, которая изменила его жизнь. И братьям понадобилось 20 лет и вмешательства Бога, чтобы Бог сотворил эти изменения. В Якове он дал дух смирения и щедрости, а в Исаве вместо духа отмщения вложил дух примирения. Ситуация в семье самого Якова еще сложнее. Там такой треугольник, один муж и две жены. Любимая Рахиль, красивая станом, красивая лицом. И для нее все как дар. И вторая нелюбимая Лия, слабая глазами, для которой все по обязанности. И вся жизнь этих женщин прошла в борьбе за внимание, за любовь и за сердце мужа, пока не вмешался Бог. Читаем Бытие, 29 глава, 31 стих. Господь Бог узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробу ее. А Рахиль была бесплодна. Мы знаем, что Лия родила шесть сыновей и дочь, и Лия стала главной женой в доме Якова. И Рахиль сказала Якову, дай мне детей, а если не так, я умираю. И Яков разгневался на Рахиль и сказал ей, разве я Бог, который не дал тебе плода чрева? Мы знаем, что наш Бог милостивый, и Он видел слезы Рахиль, ее молитвы, этой женщины. И у нее рождаются долгожданные сыновья Иосиф и Вениамин. Мы видим, что всем управляет Бог. История жизни Иосифа, любимого сына Якова, она известна каждому верующему. Это и предательство братьев, и годы рабства, и тюрьма. Но где бы он ни был, мы читаем про Иосифа. Бог был с ним, Бог был с ним, Бог был с ним. И Иосиф был с Богом. В 25 главе «Первое царство» описана удивительная семья, умная, красивая и любящая Бога Авигея, и жестокий и злой муж по имени Навал, имя которого переводится «безумец». Мы видим мудрость этой женщины, которая не только сама сеяла добро, но и других учила на зло не отвечать злом, но только добром. И результат жизни ее, 39 стих 25 главы, «Господь обратил злобу Навала на его же голову, он умер, и послал Давид сказать Авигее, что он берет ее себе в жены». Такой прекрасный финал, царь делает ей предложение. Не стоит сегодня вспоминать семью Соломона, где было 700 жен и 300 наложниц, нам это не грозит, но о семье Иова стоит вспомнить. Мы знаем, что Иов непорочный, богобоязненный человек, и он за несколько часов жизни лишился всего своего имения, всех своих детей, здоровья. Друзья осуждали его, и жена была тоже не на его стороне. Но, дорогие, жизненная ситуация с Иовом учит нас, что мы должны любить самого Бога, а не то, что Он дает. И мы знаем хорошо финал этой книги. «И благословил Бог последние дни жизни Иова более, нежели прежние». В семье царя Давида тоже немало проблем. Прелюбодеяние, преднамеренное убийство, смерть сына. Но его истинная молитва покаяния, она меняет всю его жизнь. И мы прочитаем Псалом 50. Я буду в новом русском переводе. «Помилуй, Господи, помилуй меня Твоею милостью великой, великой жалостью Твоею сотри с меня мои грехи, с мой беззаконие мои, от всех грехов моих очисти. Я осознаю все преступления и жалкие свои грехи, о них я думаю все время. Перед тобой я согрешил, перед тобой одним. Я приговор твой принимаю, ты самый праведный судья. Я грешен был с рождения, с момента самого зачатия. Ты хочешь истинной наполнить меня? Так подари мне мудрость, так окропи меня и сопом, и обрету я чистоту. Омой, белее снега буду. Дай голос радости услышать костям, изломанным тобою. Не надо долго так смотреть на все грехи мои, сотри их, вложи мне в сердце чистоту, и дух мой снова сделай сильным. Меня не оттолкни, не отбирай святого духа, и не лишай меня тебя, и не лишай меня тебя. Верни мне радости спасения, твой дух во мне укрепи. Я стану грешников учить, и все они к тебе обратятся. Спаситель мой, спаси от крови, я воспою твое спасение. Когда бы принимал ты жертвы, я бы принес тебе любую, но ты даров не принимаешь. Душа надломленная, жертва тебе, и сердце, что полно печали о грехах, ты не отвергнешь. Ты не отвергнешь Божий. Важно, как мы верующие ведем себя в наших семьях. И, может быть, тебе надо снова повторить эти три важных слова в молитве покаяния. Спасибо, прости и пожалуйста. Спасибо, что ты умер за меня на кресте, чтобы вернуть меня к Отцу. прости, что я живу без тебя, своей силой. И, пожалуйста, войди в мою жизнь и будь моим Господом и Спасителем. Будь руководителем моей жизни, но не так, как я хочу, но как ты. И не моя воля, но твоя да будет. Важно, дорогие, чаще вспоминать о той великой силе, которую даровал нам Господь. Он вложил в нас драгоценный Святой Дух. Это тот Дух Святой, который воскресил нашего Господа Иисуса из мертвых и воскресит наши мертвые тела. Иисус знал, что у нас нет... на собственном опыте знал, что у нас нет сил служить и любить грешным людям. И Он умолил Отца. И уже две тысячи лет Дух Святой Он излит на эту землю. И Отец, Он наделил нас с тобой новой силой для новой жизни. И все, что тебе надо, это просить у Отца каждый день еще и еще Духа Святого. И еще одна важная вещь. Принимая вечерю Господню, напоминай себе снова и снова, что хлеб, который ты принимаешь, это его тело в тебе. При встрече с Богом мы наполняемся от Него силой, любовью, мудростью, миром, покоем, радостью. Дорогие, это то, чем мы можем поделиться с нашими близкими. То, что мы можем им дать. И пока мы с вами едим от дерева познания добра и зла, нам с вами нечего дать людям. Давайте будем питаться от дерева жизни. Давайте ходить в высоком духе. Тогда из наших жизней уйдут очень много, и из наших семей уйдет очень много проблем. Уйдут не все, но придет мир, который превыше всякого ума. Еще уйдет, дорогие, одна проблема человечества – одиночество. Ты, наконец, поймешь, что ты никогда не бываешь один. И ты, наконец, начнешь наслаждаться той жизнью, дарованной тебе от Отца. Давайте посмотрим на удивительные семьи Нового Завета Елизавета и Захарий. Отец видел их сердца, и он доверил им воспитание уникального ребенка, не похожего ни на кого, ни до, ни после его рождения. Он в чреве матери уже был исполнен Духом Святым. И он пришел на эту землю исполнить великое Божие поручение. И родители, они гордились своим Иоанном. Мария Магдалина – эта женщина была больна и мучима бесами. Отец видел ее сердце. В Писании не говорится о том, что она была блудница, не говорится о ее родственниках. Мы видим ее одиночество. И встреча с Иисусом, она изменила ее жизнь. Иисус исцелил Марию. Он даровал ей свободу. И Иисус стал центром ее жизни. Мы знаем, что она последняя ушла от креста и первая пришла ко гробу. Иисус, Он видел ее любовь. И при воскресении Он первый явился ей. Для Марии и для таких же одиноких и безутешных людей хорошо написал пророк Исаия в 54 главе, стих 5. «Ибо Твой Творец есть супруг Твой, Господь Саваоф, имя Его». Для многих из нас наш Творец, Он не только Отец, Он и супруг. Еще одна удивительная семья, Лазарь и две сестры, это тоже семья, и каждый они отдельно и все вместе служили Богу. Отец видел их сердца, и дом их был полон Божьей славы. Стоит вспомнить сегодня семью блудного сына. Когда он вернулся к отцу, все, что он хотел, это быть с ним и служить ему. Отец видел его сердце, и он в ответ на сыновью любовь дал ему и царскую одежду, и откормленного тельца, и даровал перстень, символ власти. Для сравнения вспомним семью начальника синагоги Иаира. В его дом пришла беда, умирая дочь. Иаир, он оставил религию, оставил всякие страхи, всякую зависимость от мнения людей, и вышепоставленных начальников, он пришел и склонился пред Богом. И Бог видел его сердце, и его семья, она получила чудо. И сегодня мы не можем не вспомнить самую счастливую семью, избранную Богом, это семья Марии и Иосифа. Эта семья, она для нас образец веры и послушания Богу. Когда они приехали на перепись Вифлеем, где жили их родственники, то ни одна семья не открыла им своих дверей. Но, дорогие, весь путь их из Назарета в Вифлеем сопровождали ангелы небесные. И там в хлеву, в бедности и унижении Сам Господь явился им во плоти и обитал с ними. И нас, верующих, уже две тысячи лет восхищает их доверие Богу. Бог видел их сердце. И людей, чьи сердца доверяют Богу, послушаются Ему, Бог использует для своей славы, использует для распространения Царства Божьего на этой земле. Бог видит и наши с тобой сердца. И в Писании, в Деяниях дважды написано, что Бог сердцеведец. Это первая глава 28 стих и 15 глава 8 стих. да, дорогие, Бог, Он знает наши сердца. Он видит наши сердца. Но я увидела, что это сложное слово сердцеведец, оно состоит из двух простых сердца и ведет. Бог, Он ведет наши сердца. Поэтому надо нам быть с Ним постоянно на связи, чтобы Он направлял наши жизни. И три небольших совета. Думай сердцем, оно мудрее разума, и его направляет Бог. И там написаны и закон, и те новые стандарты, которые принес наш Господь Иисус в Нагорной проповеди. Второе, молись сердцем, слушай свое сердце и всегда помни слова нашего Бога, которые ты читал в Священном Писании. Я с тобой всегда, я держу тебя за правую руку, не бойся, остановитесь и познайте, что я Бог, смотри не на видимое, а на невидимого, взыщите меня и найдете. Возможно, сейчас вам Бог говорит какое-то слово. Я твой скорый помощник в бедах, утешайся мною, и я исполню желание сердца твоего. Я не оставлю и не покину тебя, я победил мир. Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе живут по духу, а не по плоти. И третий совет живи сердцем. Всегда помни, что у тебя есть папа, что ты сын или дочь Божья. Живи с ним, живи перед ним и люби его. Не видела того глаз, не слышала того уха и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Живи не вчера и завтра, а живи сегодня. И есть три ловушки, которые воруют у нас радость и мир. Это сожаление о прошлом, тревога о будущем и неблагодарность за настоящее. Любовь к себе, любовь к Богу и любовь к ближним это и есть гармония жизни. И мне нравится одно определение счастья. Счастье это когда тебе нет кого ничего не надо. Если хочешь, дорогой мой друг, изменить мир в своей семье, измени себя. Бери пример с нашего Господа Иисуса Христа и будь на связи с Папой. И завершая наш разговор на тему «У тебя есть отец», хочу спеть песню. Тебе сегодня, друг мой, нелегко и гложет одиночество печаль, не слышишь дивных трелей соловьям и на глазах туманная вуаль. Поговори с отцом, поговори, с глазу на глаз из уст в уста поговори, остановись, сердце открой и помолчи, пусть скажет он, обнимет любящей рукой. Бог так старался, создавая мир, тебя с такой любовью сотворил, и думал он, все будет хорошо, он никогда не будет одинок. Поговори с отцом, поговори, с глазу на глаз, из уст в уста, поговори, останови, сердце открой и помолчи, пусть скажет он, обнимет любящей рукой. Есть неземная Божия любовь, которая течет к нам от Творца, впустив свою глухую пустоту безмерную любовь небесного Отца. Поговори с отцом, поговори, с глазу на глаз, из уст в уста, поговори, остановись, сердце открой и помолчи. Пусть скажет он, обнимет любящей рукой. Дорогие друзья, благодарим вас за ваше даяние, за ваше пожертвование, за заботу о Доме Божьем. И посмотрите ролик о способах пожертвования. Дорогие друзья, мы благодарны каждому, кто поддерживает нас финансово. Если вы недавно присоединились к нашему служению, то совершить пожертвование возможно всеми доступными способами, которые вы видите на экране. Вы можете перейти на наш сайт New Life в раздел «Поддержать нас». Также при помощи QR-кода в этом же разделе в сервисе Сбербанк Онлайн в разделе «Услуг набрать церковь новая жизнь города Екатеринбурга» ввести сумму и назначение платежа, пожертвования на осуществление уставной деятельности, любым другим безналичным способом по реквизитам на сайте церкви. Остались вопросы? Мы с радостью ответим на них по телефону 8-912-22-333-02. Когда вы жертвуете, вы участвуете в деле распространения Евангелия. Редактор субтитров А.Семкин